И вот в попытке удержать власть западные элиты пытаются внушить собственному народу мнимую угрозу у лица России, а заодно его союзника, Беларуси. Отсюда масштабные учения непременно у наших границ. Все это напоминает репетицию к полноценным военным действиям. При этом высшие государственные лица не скрывают своей враждебности. Так министр обороны Германии призвал немцев вооружаться и готовиться к войне с Россией. О рисках Третьей мировой в новом выпуске «По форме» расскажет Анна Чиж-Литаш. Боевые корабли рассекают водную гладь. Сотни танков пересекают полигонную местность. В небе рой авиации. Напоминает кадры из американского блокбастера. Но это не кинематограф. Это учения НАТО «Стойкий защитник-2024». Их называют самыми масштабными со времен Холодной войны. Заголовки всей мировой прессы уже месяц как пестрят эффектными фотографиями и пугающими высказываниями. Почему Альянс именно сейчас решил продемонстрировать силу и кому он посылает сигнал? Давайте разберемся. 31 страна-участница. 90 тысяч военнослужащих. Более 50 кораблей. 80 истребителей, вертолетов и беспилотников. Свыше тысячи боевых машин, включая 130 танков и 500 БМП. Большая часть вооружения перебрасывается из Северной Америки в Европу. Цель тренировки, как обычно, пропитана пафосом и ложью. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Кавали рассказал, что маневры – это четкая демонстрация единения силы и решимости защищать друг друга. А также желание следовать, а вот здесь внимание, букве международного права. Это о том, которое они ежедневно нарушают? На самом деле суть учения ясна. Репетиция перемещения американских сил в сторону России и Беларуси. При этом напрямую страны-противники они не называют. Лишь сообщают, что собираются отражать атаки условного неприятеля. Зато в расписании их тренировок подробно расписаны места сосредоточения войск и по каким территориям будут наноситься удары. Например, европейские солдаты проработают вариант быстрого захвата и удержания санитарного кордона от Вильнюса до Одессы. НАТО отработает условные ядерные удары по Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Смоленской и Псковской областям. Но и это еще не все. В плане Альянса превентивные удары по местам постоянного базирования ядерного оружия. А еще раз громы инфраструктурных объектов внутри России и Беларуси. Не обойдется и без симуляции захвата Калининграда. Поэтому цифра в 90 тысяч военных как-то не вяжется с масштабами. Количество должно быть минимум в три раза больше. Как выяснилось, так и есть. Неофициально в маневрах примут участие около 350 тысяч человек. Это и центры управления, штабы, космические войска, составы авианосных групп и флота. Повторюсь, все это звучит ну очень эффектно. И хоть и не нужно недооценивать противника, но следующее умозаключение – это лишь простая логика. Для сравнения, сейчас в зоне СВО на Украине находится свыше 600 тысяч российских военных с боевым опытом. Общая численность вооруженных сил России – более миллиона военнослужащих. В 2024-м она возрастет до полутора миллионов. Теперь о военной промышленности. Наши союзники только за год нарастили производство и поставки вооружений и боеприпасов войска в 12 раз. США и ЕС такое и не снилось. Все вместе они способны произвести за год лишь 600 тысяч артиллерийских снарядов, когда той же Украине требуется более двух миллионов в год. В конце выпуска озвучу скрытые и, как кажется, самые важные цели стойкого защитника. Во-первых, это отличный повод сместить мировой фокус с фиаско на Украине, продемонстрировав мускулы в ходе учений. Во-вторых, в европейском и американском информационном поле Россия и Беларусь – союзники-агрессоры. Население Европы опасается нападения Москвы. И тут чистая психология. Пусть лучше мы будем воевать с русскими через Украину, чем они придут в наш дом. А учение – это еще один способ обезопасить себя. И третье. При помощи маневров США может подправить РНМ из-за провалов в Африке на Ближнем Востоке. В любом случае, эра конфронтации уже началась. Но методы ее не новы. Все это было во времена Холодной войны, которая длилась 44 года. Насколько затянется очередное противостояние – неизвестно. Беларусь внимательно наблюдает за ситуацией, но продолжает держать порох сухим. Ведь очевидно одно – союзное государство способно ответить на любую агрессию.